книга открытым оком том 7 тема священства вопрос 1941 с какого времени стало правилом чтоб епископы были обязательно монахами может это и к лучшему так как еще до того как монах станет епископом он много времени подвязается в монастыре и становится кротким и спокойным и с ним легче будет другим жить отвечает игнатий тихонович лапкин теоретические благие концепции были бы оправданы если бы практика хотя бы чуточку помогла в этих благих ваших рассуждениях появилось это заблуждение что только монахи должны быть епископами рано уже в четвертом веке это был установившийся обычай это дало в дальнейшем четкую тропу пробитую до наших дней что если карьеристский дух влечет человека к епископскому сану то он это пронесет и через послушание лишь бы вырваться на тактический простор ипорхиальная власти и вот он уже на кафедре и тут из него полезла волчатина деяние 2029 ибо я знаю что по отшествии моем войдут к вам лютые волки не щадящие стадо житие арсения тверского тверского память 2 марта между тем на родине блаженного арсения в твери возникли не строение тверской епископ ефимий внес немалое смущение в свою паству отличаясь неуступчивым характером вступая вступался он в мирские дела не имея смирения христианского он отличался великою гордостью и тщеславным высокоумием своим поведением епископ вооружил против себя не только князя и бояр но и духовенство монахов и простых мирят четыре дня спустя митрополит со всеми со всем священным собором разбирал дело тверского епископа ефимий сначала защищался но отцы собора обличали его неправые деяния его лишили сана и послали на заточение в московский чудов монах житие святого александра неусыпающего память 3 июля замечал преподобные что епископ в делах своих поступал не соответственно своему званию видел он не по правде поступающими и воеводу городского и других важных сановников и проникшись или иной ревностью и вместе с тем будучи преисполнен кротости безбаянина и смело обличал научая их правде от слова божия всем он был учителем и наставником но не всем приятно была такая его ревность особенно же начальствующим некоторые из духовенства хотя и удивлялись и удовлетворительному житию но весьма ненавидели его и возбуждали против него епископа поэтому послан был от епископа самый злобный и подиакон по имени малх со многими слугами к преподобному чтобы выгнать его из города епископ еще более воспалал гневом и советовался своего даю который также был гневен на святого после этого взяли преподобного из обители тайна от народа ночью и прогнали его в халкиду разогнали также и братья его и разошлись все куда мог угодив в богу и приведя души многих ко спасению отошел ко господу в глубокой старости подвязаясь в иночестве 50 лет житие святого феофила память 23 июня сначала епископ не внимал их клеветом и не давал им веры зная своего эконома за человека во всех отношениях добродетельного и безупречного но так как те не переставали клеветать из зависти чуть ли не ежедневно возводя на феофила разные унизительные обвинения то мало по малу епископ начал склоняться к их словам выслушивать их клеветы и доверять им спустя некоторое время он оставил феофила от экономской службы так чтобы тот тот более ничем не управлял ни в архиерейском доме не в церковном имуществе но чтобы жил у себя дома тихо и безмолвно отдыхая от трудов экономская же экономская же служба была поручена другому римлянам 10 17 итак вера от слышания ослышание от слова божия вера не от пощения по 40 дней не от не спания по месяцу но от библии жития описывают случае с авраамием затворником с иоанном уколовым и другими что они по одному разу вышли в мир и тут же приобрели падшие души так сколько же таких возможностей пересидели перемолчали в пустынях за всю свою долгую молчальническую затворническую жизнь такие таланты имели и закопали на такую глубину что и сами не могли при жизни найти их